Эволюция операционной системы Windows Мы предлагаем шагнуть в прошлое и вспомнить, как раньше выглядела и менялась самая популярная в мире операционная система Windows. Многие пользователи уже не помнят, как выглядел Windows в прошлом веке, а новое поколение пользователей не успели застать первые версии системы. Компания Microsoft 20 ноября 1985 года официально выпустила Windows 1, программная оболочка для MS-DOS. Системные требования, наличие жесткого диска или двух дискет, 256 килобайт оперативной памяти, графический адаптер MS-DOS 2. Операционная система Windows 1 не набрала такой популярности, как Macintosh и Apple. В итоге Microsoft поддерживала Windows 1, целых 16 лет, до 31 декабря 2001 года. Вторая версия Windows выходит 9 декабря 1987 года с улучшенной графикой. Новые процессоры, Intel 286 и 386 позволили расширить возможности Windows 2. На рабочем столе появились, значки, возможность запуска нескольких окон, которые можно наложить друг на друга. Теперь пользователь может взаимодействовать с системой, используя горячие комбинации клавиш. Windows 2 сделала компанию Microsoft, самой крупной в разработке программного обеспечения. 22 мая 1990 года выходит Windows 3 и начинается успех системы. Новый пользовательский интерфейс, 16 цветовых гамм. Под Windows 3 выходит пакет офисных приложений Microsoft Office, который включал Word и Excel. Было продано 10 миллионов лицензий. Игра сапер, сыграла большую роль в успехе Windows 3, игра и сейчас помогает, менеджерам скоротать время на работе. Следующая 32-битная система Windows NT 3.1 выходит 27 июля 1993 года. Она была нацелена на корпоративных клиентов, включала интегрированные сети. Многозадачный планировщик Windows, сервер-домен, поддержку нескольких процессорных архитектур. Тогда впервые появилась файловая система NTFS. Среди опытных пользователей Windows NT, называли самой стабильной операционной системой. Разработка NT велась отдельно от остальных систем Windows. Все началось, когда Microsoft и IBM начали совместную разработку OS 2. Но компании разошлись. Тогда OS 2 пришлось переделать в Windows NT, которая по истечению нескольких лет спасет имя операционной системы. Windows 95, достаточно популярная операционная система, вышла 24 августа 1995 года. Было продано 7 миллионов лицензий, и она требовала полного ухода от командной строки. Система работала не совсем стабильно, да и среда совершенно новая. Windows 95 была самой разрекламированной системой. Это не помешало, пользователям дать ей новое имя Моздай, должен умереть. Рядовым пользователям приходилось привыкать к особенностям Windows 95, периодически переустанавливать ее, чтобы получить былую стабильность системы. С Windows 95 был сформирован, привычным всем графический интерфейс с кнопкой «Пуск», иконками на рабочем столе и панелью задач. Windows 95 познакомила весь мир с БСАД, синий экран смерти, который преследует нас по сей день. Windows 98 вышла 25 июня 1998 года. Она была разработана специально для пользователей, включая в себя поддержку USB, устройств и DVD дисков. Утилиту Windows Updata, которая автоматически устанавливает обновление Windows, пользователи не торопились переходить на новую операционную систему. Многие считали ее переходной между Windows 95 и грядущей Windows Millennium, которая должна была избавить пользователей от всех страданий. Windows 2000 Professional вышла 17 февраля 2000 года для бизнес-рынка, корпоративная система, в которой реализовали простую установку оборудования, беспроводные устройства. Поддержку USB-устройств, инфракрасные устройства и IEI 1394, а также массу уязвимостей, которые следующие 10 лет лечили с помощью множества обновлений. Пользователи поверили рекламе Microsoft, которая показывала, что Windows 2000 самая безопасная операционка, так как она принадлежала к семейству Windows NT. Пользователи с большим рвением устанавливали Windows 2000 на домашний компьютер. Windows Millennium вышла 14 сентября 2000 года. Пожалуй, самая провальная версия Windows после Vista. Она была выпущена как обновление версии 2000. Были расширены мультимедийные возможности. Но стабильность системы оставляла желать лучшего. Постоянные зависания и перезагрузки не прибавляли ОС популярности. В результате в Microsoft решили свернуть проект и не позориться. 25 октября 2001 года случилось то, чего ждали все пользователи Windows. Вышла красивая, понятная, стабильная, быстрая Windows XP, которая покорила всех пользователей и заставила забыть все, от Win95 до Windows Millennium, как плохой сон. Новая операционная система получила годовое название Windows NT 5.1. Теперь, все плюсы семейства NT доступны домашним пользователям, в самом лучшем виде. Windows XP оставалась самой популярной операционной системой до 2012 года. Windows Vista вышла 30 января 2007 года. Это самая большая неудача компании Microsoft за последние годы, выходит Windows Vista, которая была медленной, с глюками, нестабильная, но с красивым интерфейсом. Опытные пользователи переносили интерфейс Vista на стабильную и быструю Windows XP. Компания Microsoft реализовала в первый год продаж 100 миллионов лицензий Windows Vista. Новая операционная система Windows 7 вышла 22 октября 2009 года, быстрая, стабильная, красивая, с интерфейсом Aero. Windows 7 быстро набирала популярность среди домашних пользователей и бизнес-сегмента. Тогда семерка начала конкурировать с проверенной временем Windows XP. Windows 7 стала умнее и самостоятельней. Система определяет подключенные устройства и устанавливает драйвера. Правильно работает с любыми сетями. Новая система безопасности, которая может обойтись без установки сторонних антивирусов. Windows 7 научилась поддерживать сенсорные экраны. Windows 8 вышла 26 октября 2012 года. Операционная система получила совершенно новый плиточный интерфейс – метро. Система была заточена под сенсорный экран, но для обычных мониторов, без сенсора, был реализован классический рабочий стол. Привычную кнопку пуск убрали вообще, и сделали активную кнопку, которая при нажатии открывает меню с плитками. Плитки можно увеличивать и уменьшать, перетаскивать и сортировать в любом порядке, создавать группы и давать имена. Windows 10 вышла 30 сентября 2014 года. Система получила новую панель, несколько активных рабочих столов, центр уведомлений, персонального ассистента. Перейти на новую систему Windows 10, можно бесплатно. Также в ней вернулась кнопка пуск. Windows 10 обеспечивает общую платформу для многих устройств, начиная со смартфонов и заканчивая персональными компьютерами. Windows 11 выйдет в конце 2019 года. Она получит функцию по управлению вкладками в проводнике, меню пуск вернут, классическому виду без использования метроплиток и прочей ереси. В истории операционной системы Windows, от Microsoft было все, взлеты и падения, успехи и неудачи. Но вряд ли кто возьмется опровергать, что Windows – самая популярная ОС в мире. А что вы ждете от Windows 11? Напишите об этом в комментариях. Если вам было интересно, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok